Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу прямого эфира. Совсем недавно закончилось пленарное заседание Сейма. И сейчас мы попытаемся связаться с депутатом Сейма Ивросом Заринчем из фракции Согласия. Он уже на прямой связи. Добрый день, Ива. Добрый день, добрый день. Да, вот сегодня Сейм, ну в этом мало кто сомневался, утвердил предложение правительства, или точнее решение правительства продлить чрезвычайную ситуацию до 12 мая. Но дело-то не только в продлении чрезвычайной ситуации, а в тех мерах, которые правительство принимает или не принимает для помощи населению в этой сложной экономической ситуации. Вот как вы бы все это прокомментировали? Я знаю, что у оппозиции было целый ряд замечаний и целый ряд предложений, но по традиции все это было отклонено. Может быть, с этого мы и начнем. Ну, то, что мы сейчас наглядно видим, да, что на данном этапе наглядно демонстрируется то, что парламент действует просто как такая машина голосования, которая должна вслепую утверждать просто то, что правительство уже неделю назад, или две недели назад уже приняло решение, и мы просто должны их одобрить, и каких-то таких реальных дебатов вообще не проходит, потому что все дебаты урезаются, принимают решение, что, скажем, там можно это дебатировать, там, одну минуту или три минуты, да, и после этого принимают серьезные решения. Как я смотрю на это все, ну, объективно такая пока что у нас в стране ситуация, да, что формально у нас демократия и правовость, но в реальности, как мы видим, немножко все по-другому. Если мы смотрим про то, как действует правительство, вот правительству нравится себя там хвалить так коственно и показывать, какие они молодцы, но действительно, ну, у нас как будто ситуация лучше, чем даже у наших соседей, но тут важно отметить, что это история успеха не нынешнего правительства, а того правительства, единство, которое создало вот такой ситуации в Латвии, когда у нас сильная депопуляция, много людей уехало, маленькая плотность населения, да, мы довольно слабо интегрированы в глобальные экономические процессы, и поэтому очень многие вещи нас просто обошли, чисто объективно, и, к счастью, в данном случае эта зараза не могла так распространяться, вот и все. А что, если мы смотрим, что делает правительство, ну что, она просто, ну, старается выполнить те инструкции, те предложения, которые им дают специалисты. К сожалению, поначалу нерешительно, очень нерешительно это делалось, в связи с этим вот были возможности распространения этой болезни, когда мы подходили, я бы сказал, так, играли игры такие, свободы, да, что вот персоны там могут сами делать, что хотят, мы им просто скажем, что, мол, ребята, вот вы должны самолизироваться, а если, как говорит, это вы не делаете, ну, конечно, если не сделали, то вот полечились эти проблемы. Я бы сказал так, что, ну, скажем так, попугай бы еще лучше справился с тем, как сейчас действует правительство, которое оно просто выполняет то, что оно должно было выполнить. Да, ну вот, тем не менее, я так понимаю, много чего не выполнено, не все, видимо, дождутся помощи, это же относится и не то, как к наемным работникам, но и к бизнесу, вот, что бы, на ваш взгляд, нужно было бы сделать, да? Знаете, знаете, ну, я не могу не прокомментировать какие-то вещи, которые меня действительно ставят уже такое мягкое недоумение, но, скажем, насчет медиков, да, если вы помните, вот, когда создавался этот первый план помощи, там делили 2 миллиарда, и как-то про медиков вообще забыли, и тогда мы, опозитие, я лично подал предложение, что, ну, ребята, ну, давайте выполним насчет медиков хотя бы то, что мы обещали уже в законе, что в законе четко прописано эти 60 миллионов, даже тех не нашли, то есть для всех остальных отраслей 2 миллиарда денег нашли, а для медиков 60 миллионов, которые, ну, вот, должны бороться с этим всем, не нашли, да? Ну, это вообще, и сейчас вот после этого, когда уже поднялся в общество, поднялся вообще такое недоумение, волна негодования, что, ну, ребята, ну, что вы там делаете вообще, как вы эти деньги делите, то какие-то деньги нашли, ну, в конце концов, вот я там только что разговаривал тоже с председателем профсоюза медиков, я спрашиваю, ну, как там реально деньги, сколько до вас дошли, то, что вам там правительство реально обещало, он говорит, 8 миллионов, и почему я называю эту цифру, что вот то, что вот в прошлой, на этой неделе, что правительство решило, что для поддержания скота будет примерно 50 миллионов, нормально, да? То есть, ну, чтобы вы поняли, что одно дело, что действительно правительство старается что-то делать, эти меры, они действительно в правильную сторону, но то, что вот то, что сейчас видно, что вот распределение этих денег, куда они как должны идти, вот там очень далеко от такого полного понимания и объективности, что как они должны были бы распределяться, и видно, что здесь очень сильно работает политический лобби и интересы спонсоров, и то, что вот, ну, скажем, те уже, вот как мы видим, какие-то закупки, которые закупаются, очень странные закупки, да, там, ну, что, ну, похоже, что будет эта классическая ситуация, которую мы видели в мировой истории, что вот то, что называется в первое время чуми, да, и вот это то, что, к сожалению, наша власть собирается и уже устраивает. И этому свидетельствует много фактов. Например, ну, как распределяются деньги, то, может, мы, ну, скажем, надо помочь медиам, да, ну, действительно, объективно надо помочь, что вот упали, но и как мы видим, как они будут распределяться, кто будет распределять эти деньгам, дают организации, которые очень близко связаны с правящими политиками, которые будут распределять, которым медиам давать, которым не давать и под чего давать. Это случайное совпадение, видимо, да. Конечно, конечно, это просто случайное совпадение. Так же, как вот скоту можно дать 50 миллионов, а медикам 8 миллионов. И это нормально. Да, вот, может быть, мы еще и вернемся и к этой теме. Но вот сейчас пришло такое сообщение, что планируется созвать комиссию Сеймы по народному хозяйству. Как раз это та комиссия, в которой вы работаете, чтобы обсуждать возможную отмену ОИК. Это тема, которая вам очень близка, вы проводили расследование. Кто-то может сказать, что сейчас вообще не до ОИК, сейчас вообще у нас кризис и так далее, пандемия. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, ну, если мы говорим про ОИК, действительно, эту тему я, как никто, хорошо ориентируюсь в ней. И то, что происходит там, ну, независимо от того, есть ли у нас сейчас тут пандемия, есть ли у нас там чрезвычайная ситуация. Это то, что должно решаться. Потому что это много миллионов, которые мы продолжаем платить и которые можно было бы не платить. И здесь, если, ну, так напомнить, то я лично не говорю о том, что вообще эту систему надо отменить. Ее невозможно отменить, потому что, ну, это очень, опять, длинный рассказ будет, наверное. Но то, что можно сделать, можно упорядочить эту систему, чтобы она была соответственно интересам страны и латвийских потребителей. Что не сделано. То есть она сделана очень деформировано. И то, что, как я сравнивал, что можно сделать с этой системой, то есть это как опухоль мозга, да. Надо провести четкую операцию, чтобы его удалить. А то, что сейчас предлагается, вместо того, чтобы провести вот эту операцию и удалить эту опухоль мозга, и как это можно сделать, это уже я четко прописал уже конкретно, что, какие вещи должны делаться. И они уже годами не делаются систематически, и всеми силами власть хочет от них вылезнуть. То есть вместо этого предлагается просто отрубить голову и сказать, ну, мы так же так можем, так же можем освободиться от опухоли мозга. Но всем-то понятно, если отрубить голову, то будут уже и другие проблемы, да, намного серьезнее. И это то, что вот предложило в свое время Министерство экономики, как оно может это решать. То есть вместо того, чтобы разобраться с этой аферой, отсечь вот эту аферную составляющую и оставить только ту, которая действительно, ну, объективно должна остаться, если мы правовое государство и какие-то свои обещания должны выполнять, то вместо этого было предложено отсечение этой головы. И вот то, что сейчас предлагается в среду, подискутировать, как мы будем отсекать эту голову. То есть вот таким вот образом решать проблему, да? Да, да, ну и ясно, что ее так нельзя решить. А это все просто, чтобы опять показать, что, мол, что-то мы делаем, или показать, что, ну, ничего не можем сделать. Мы хотели бы, но вот оказывается, что сделать ничего нельзя. Хотя на самом деле все можно сделать, и это, вот, если мы к этому ближе подойдем, и вот будет эта дискуссия, то можем об этом поговорить, и я могу четко опять расписать, что, какие, ну, вещи надо делать. Ну, хотя бы наглядный пример, вот последнее заседание перед этим, ну, вот, чрезвычайной ситуацией, как раз там мы успели рассмотреть в комиссии по запросам, мой запрос насчет того, как Министерство экономики вот этот последний год, что оно сделало насчет вот реальных проверок вот этих станций, да? То есть то, что мне удалось заставить сделать, что вот такие проверки должны провестись, потому что они годами вообще не проводились, реальных проверок не было. То есть удалось заставить провести эти проверки и реально зафиксировать, что же происходит в этих станциях и что произошло дальше. То есть Министерство экономики рассказывало, как оно там молодцом вот все там проверяется, но потом, когда мы затребовали, а какие же дальше принимать решения, что вы делаете с этими результатами, как вы их расценивали, где ваше дальше решение по этим результатам, оказалось, что их вообще нету почти. И Гаврилов, ну как, мы тут расцениваем, это все будет, там надо время. Тогда я взял конкретный пример, где проверки проведены уже год назад, где реально зафиксированы факты, которые наглядно свидетельствуют, что это мошенничество, не просто мошенничество, а мошенничество особо крупных размеров, где там это шестизначные цифры, которые явно, которые мы оплачиваем, которые мы не должны платить, а там вообще никаких решений. Вообще. Или когда там понимали, что какие-то решения надо принимать, то эти решения принимались, скажем, не насчет вот всего этого режима, вот этих субсидий, а скажем, да, вот мы там сделали замечание, или там оштрафовали, и когда спрашивают, разбираемся, а о чем оштрафовали, то там оказывается, скажем, работа безопасности, или как это, да, дрожь ибо. Да, безопасность труда, скажем так. Да, 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 вот вы не шли-то, а вот за эти мошенничество вообще ничего. И говорю, ребята, ну а как там вообще, вот у вас, у вашей, то есть, одна и та же политическая сила, которая с пеной на рта... Ухта, да. ...в рта, да, обещала, как она сейчас расправится ОИК. Она сейчас имеет и Министерство экономики, и Министерство, ну, и экстрат-министрия. Внутренний дел, да. Да, то есть, ребята, какие проблемы? В Министерстве экономики пишите заявление в полицию, и говорите, вот, мы наглядно видим, вот здесь факты мошенничества. Начинайте криминальное дело. Вообще нет, ничего такого не сделано. А это все можно было делать, и мы продолжаем платить миллионы. И только когда вот такие конкретные вещи, когда я вытянул их, доказал, ну, тогда по этим одним конкретным вещам какие-то дальше подвижения прошли. Вот это система, там таких станций десятки. И вот сейчас это все остановилось, и это было месяц назад. До сих пор я ничего не слышал, чтобы что-то, какое-то продвижение было бы. Ну, и пока вот это чрезвычайная ситуация, дальше эти все дела они не рассматриваются, потому что, ну, у нас только чрезвычайные эти заседания происходят. А там только те пункты, которые, ну, вот, согласно чрезвычайной ситуации включены. А вот эти, вот, как говорится, катая оседес. Да, очередная, да. Очередные, очередные заседания, вот эти все вопросы, они остановлены. Уже месяц ждут рассмотрения в парламенте. Вот так это примерно выглядит на словах и на деле, как это все выглядит. И то же самое относительно кризиса. Я вот мы там не закончили немножко эту тему. Что должны были бы делать? Одно дело, что, ну, хорошо, они сейчас там ордена себе клеят и говорят, какие они молодцы, как у нас в Латвии все хорошо. Это все благодаря правительству. Хотя на самом деле, я говорю, правительство тут самое, самые маленькие, ну, скажем так, меньше всего надо было бы себе там хвалить. Главное, это действительно все на себе несут медики, которые, как вот эти, ну, как это, дымциллаки. Первобытные, да. Не, не первобытные, а вот эти крепостные. Крепостные, да. Крепостные просто, вот, представленные, они тянут на себя всю эту тягость. И первый мой вопрос был сегодня министру здравоохранения. И есть ли у вас план, вот когда вот эти еще пару недель и начнут медики выгорять, есть ли у вас план, как вот предохранить, чтобы вот это не произошло. Это одно. Другое. То, что сейчас идет вирус, это не отменяет другие болезни. Да, вот у нас, как мы знаем, есть проблемы сейчас людям, которые хотят попасть к врачу и там какие-то свои необходимые процедуры, чтобы поддерживать свое здоровье. Если это не что-то уже не чрезвычайное, не окутное, то они не могут это сделать. То есть, какой дальше план? Как мы будем вот сохранять здоровье нашей нации, да? Потому что сейчас, хорошо, боремся с вирусом, как-то более-менее что-то справляемся. Ну, а другие болезни, они их никто не отменил. Насчет этого тоже никакого ответа не было. Потом, я бы хотел знать, а как там насчет обещанной в этой реформе оплаты медикам, да, по их зарплатам. Там же министерство обещало, что в апреле все будет решение. Как мы будем это решать? Тоже ничего нет. Это если мы говорим по медицинской стороне. Если говорим о экономической стороне, то то, что я вижу, одно вещь, что вот сейчас действительно хорошо, там действительно те необходимые инструменты, которые нужны, они задействованы. Но то, что волнует, что одно дело, не очень-то трудно делить деньги, да, поделить это все, вот эти миллиарды, да, но их-то надо будет возвращать. А это значит, что это распределение денег, оно все-таки должно происходить как-то не только, но это эффективность действительно, чтобы они быстро доходили до необходимых адресатов, но чтобы это действительно было эффективно сделано. И вот опять здесь, это одно вещь, а другое, что ясно, что эти деньги-то мы занимаем. Да, это заемные средства. Это заемные средства. И тут один такой важный нюанс, который опять умалчивается, да, то есть деньги-то можно по-разному занять, да, благодаря тому, что у Латвии там сравнительно хороший этот, ну, рейтинг, который мы имеем. Да, кредитный рейтинг. Да, мы можем их занять. Самое тупое, это просто идти, вот, сказать, ребята, дайте, ну, когда смс-кредит, ты сразу хоп-хоп набрал, там копии тебе, там деньги будут, да. Но дело в том, что можно достать, что деньги намного дешевле и намного, скажем так, длинные деньги, которые сейчас вот только что провозгласил Европейский Центральный Банк, что начинают специальную программу, под которой выделяются деньги. И там для Латвии, ну, миллиарды, мне кажется, больше миллиарда, которые можно получить. Но, чтобы их получить, опять должны сделать конкретные домашние работы. А Латвия, Латвия уже годами, то есть, и такая программа, не только связанная с вирусом, а уже, ну, вот, с тех пор, когда вот начало уже экономики Европы тормозить, Европейский Банк уже годами эту программу продвигал, и там уже многие-многие миллиарды квота для Латвии выделялось, которые Латвия могла взять, знаете, сколько она взяла? Из этих миллиардов? Ну, почти ничего. Просто там перефинансировала часть своего долга, а больше вот эти все миллиарды, которые можно было впустить в нашу экономику, она просто не берет. Потому что там надо сделать определенные вещи, которые опять надо готовить проекты, надо готовить обоснования и так далее. И это не было сделано. И сейчас опять дается у нас, опять огромные деньги, которые мы могли бы взять, которые, скорее всего, мы не возьмем, потому что сегодня, когда я слушал министра финансов, он говорил про всякие деньги, которые вот сейчас будут, но не только не про эти. Потому что для этих денег, их просто так не дают, там надо сделать определенные домашние работы, да, которые латвийское правительство годами не было способно сделать. И, похоже, не будет ищить час. И вот так у нас опять мимо пройдут дешевые и длинные деньги, которые мы могли бы взять. И очень много. Миллиарда. Да. Просто к примеру. И это одно вещь. И то, что меня больше всего волнует, да, что вот хорошо, они сейчас вот там довольствуются тем, что вот у нас все сейчас сравнительно хорошо, Латвия там почти лучше всех, и как будто старается представить для общества, то, что это их история успеха, как на самом-то деле мы знаем, что это история успеха предыдущего правительства, единство, которое здесь опустущило просто страну, и поэтому этот вирус не может так распространиться. Но важно то, что должен быть план, а как мы выйдем из этого кризиса, что если, скажем так, экономика после кризиса, да, что мы будем делать? Да, пока такого плана нет. Да, но это же первое, это то, что я говорил уже, когда вот начался этот кризис месяц назад, и говорил, ребята, кризис – это не только проблемы, это и возможности, потому что в этом кризисе мы, как маленькая страна, которая может быстро ориентироваться, у которой есть вот это сравнительное превосходство, благодаря вот тому, что это был наш самый главный, ну, скажем так, главный минус, что у нас здесь нет людей, да, нет рабочей силы, да. Сейчас это оказалось нашим главным плюсом, что мы можем показать, что мы можем быстро выйти из этого кризиса, что мы можем благодаря этому низкому плотности людей отлично контролировать этот вирус, что мы можем здесь сделать буквально такой островок, скажем так, счастья, да, для мира, что, ребята, вот здесь, в этом месте, мы можем обеспечить, что здесь может быть успешный бизнес, который не надо будет вот такими мерами прекращать, как это делают в других государствах, да, и подумали мы, какой бизнес мы здесь можем вовлечь, потому что это параллельные возможности, скажем, ну, здесь начинать тот новый бизнес более высокого уровня, более эффективный, который мы до сих пор не могли сделать, потому что у нас просто не хватало каких-то навыков, каких-то возможностей, которые мы сейчас, благодаря этой ситуации, можем здесь развивать. Ну, скажем, к примеру, насчет нашей рабочей силы, да, когда многие сейчас будут в этой биг-старе, ну, не будем ничего делать. Простой, да. Даже параллельно правительство могло предложить, что давайте, ребята, параллельно, давайте учите какие-то эти IT... Технологии, да. Дигитальные, дигитальные эти все возможности, учитесь, да, там, скажем, специальные курсы, доплачивать за это, что вот если вы пройдете то-то, то-то, вы вот такие-таки навыки приобретете, мы готовы там оплачивать и доплачивать вам, да, да, и, в конце концов, после этого кризиса получить там дополнительно, ну, скажем, очень многие, я думаю, очень многие были бы заинтересованы не просто сидеть дома тупо, да, а вот что-то сделать для своей карьеры и потом получить хорошо оплачиваемые работы, да, и, ну, это просто один пример, как пример, да. параллельно вот эта визия, концепция, что Латвия как место такое, действительно, в котором вот мы можем эту бурю коронавируса сравнительно, ну, вот, держаться в ней, не давать ей здесь распространяться, да, что это действительно, ну, реальная история, успех, который нам надо подумать, как правильно продать и как вот использовать, и уже готовиться к ней, вот, инвестиции, делать необходимые инфраструктуры и так далее, и так далее, привлекая там необходимые ресурсы и людей. Ничего такого нет, вообще ничего. И это, я думаю, главный повод, если мы говорим, почему правящая коалиция так не хочет, чтобы были дебаты в парламенте, чтобы оппозиция в них участвовала, чтобы выражала свое мнение, потому что мы наглядно покажем, насколько она немощна, насколько она непрофессиональна и насколько она мало что способна вообще делать. Как я уже говорил, попугай бы лучше справился с этой кризисом, чем это правительство. Он просто бы повторил, что ему говорят, специалисты, вместо того, чтобы еще на этом делать какой-то политический бизнес. Ну, так пока что все выглядит со стороны, но вот так, как я это вижу. Да, вот интересно, что кризис отнюдь не тормозит рассмотрение административной территориальной реформы, то есть правящие все равно хотят эту реформу продавить во что бы то ни стало, несмотря на все пандемии и так далее. Ну, для правящих этот кризис, это манна небесная. Сейчас под подкрытием кризиса, ну, тут, ну, многие вещи происходят, да, которые можно там, которые вот иначе нельзя было решать. А сейчас под подкрытием кризиса это можно делать. И параллельно, как я говорил, устроить еще пир во время чуми. Вот всякие закупки, которые сейчас делаются, которые говорят, а, ну, вот, мы не будем все-таки, какие там конкурсы там, ну, и что, что кто-то может что-то лучше предложить. А мы уже вот там решили. И когда им начинают затребовать информацию, чтобы ее не давать, то вот новая какая-то тенденция, что вот какие-то закупки, скажем, насчет медико... Этих... Ну, важные, эти вислы языки, да? Да, врачебные средства, да, да. Все эти, да, которые... Что не будет закупать уже веселые бесс-министры, а перейдут айсфордые бесс-министры, то есть в Министерство обороны, да? А почему Министерство обороны? Потому что закупки Министерства обороны это государственный секрет. И все. И, как говорится, вот и в конце пир продолжается. Ну, это вот так, как вот сейчас, что происходит, да? Ну, и, в общем, и я думаю, мы с этим, мы со стороны оппозиции стараемся быть конструктивными, стараемся действительно, ну, там, ну, не создавать какие-то дополнительные политические преграды и так далее, чтобы это действительно все происходило. Лучше какие-нибудь решения принимались, но я думаю, после этого кризиса будут серьезные разборки полетов о том, что здесь происходило. Еще один вопрос, который хотелось бы вот до завершения эфира обсудить, это вот история, она, может быть, чуть-чуть затихла в свете пандемии. На самом деле, это весьма любопытная история с попыткой построить в Скурте терминал жиженого газа. Вот, может быть, несколько слов об этом, поскольку даже люди, ну, далекие от этой темы, от газовой, тоже у них это вызывает недоумение. У нас что, газа не хватает? Ну, если не хватает, то в Литве под боком есть танкер. Ну, что нам еще надо? Да, ну, как, действительно, насчет этого проекта тут очень много вранья и демагогии вокруг. Значит, я постараюсь так, ну, как можно, отдельную тему насчет этого. Ну, тут, действительно, ты уже, Аббек, описал, в общем-то, самое главное. То есть, почему, почему, то есть, какие, как это продается, этот проект общества, мол, это будет наш ключ к независимости и так далее. Конечно, это все, ну, глупости. То есть, действительно, такой проект, он может быть как дополнительная возможность диверсификации поставок газа. И если частный инвестор видит, что он может успешно конкурировать на рынке Балтии газа и поставлять газ дешевле, отлично, пусть ребята строят это и конкурируют на рынке и поставляют нам более дешевый газ. Дело в чем? Что те, которые продвигают этот проект, с одной стороны, как будто нам это обещают, но с другой стороны, говорят, а нет, мы все-таки сами не можем, мы хотим, чтобы и государство в этом участвовало, да, или там, чтобы покрывало какие-то части их возможных убитков или, скажем, обеспечиваем им гарантированный, то есть, облигательный пергам. То есть, обязательную закупку, да. Да, обязательную закупку, по сути, чтобы обеспечили им ОИК на газе, да. Ну, тогда вопрос, а зачем тогда нам это вообще нужно? Где есть плюсы для латвийского потребителя, для латвийского государства? То есть, если мы посмотрим, то действительно, реальная ситуация, и тот, который хотя бы более-менее ориентировается реальной ситуацией латвийского газового рынка, то мы знаем, что мы сейчас региональный рынок, мы, в общем-то, реально такой, образовался реально такой балтийский региональный рынок. И как мы знаем, если бы есть возможность сейчас альтернативных поставок через Клапец, то есть, Клапецкий терминал, там уже он есть, да, то есть, там можно спокойно поставлять. Плюс мы уже сейчас интегрировали в Финляндию. И что, что я сегодня прочитал в новостях, я там немножко слежу за моревыми новостями в поле ЛНЖ, то финны контрактировали, мне кажется, японской компанией, которая для них будет строить танкер, газовый танкер на более 100 тысяч тонн для поставки ЛНЖ. И у нас сейчас Эстония с Финляндией уже тоже имеют соединение. То есть, мы уже и с Литвы можем, и с Финляндией, и дальше уже создается соединение с Польшей, откуда тоже может пойти газ. Да, и тогда вопрос, ну, настолько обоснованно, Латвии стараются сейчас развивать здесь еще один проект, который, как видно, сам не убежден, что он будет конкретно способен. То есть, ребята, если вы конкретно способны, если вы можете выполнить все требования для защиты среды, пожалуйста, вперед, флаг вам в руки, и действительно, мы можем быть от этого выгоден. Но если это такой, как говорится, политический проект, потому что мы видим, что там определенные политические силы, которые при власти очень сильно в нем заинтересованы, ну, тогда это будет просто, ну, похоже, еще один ОАИК, только на газе. Да, может быть, такой последний вопрос, фактически возвращаясь к тому, с чего мы начали. Вот я понимаю, что сложно делать прогнозы. И все-таки, ваше ощущение, как надолго мы будем жить вот в такой экономической депрессии после окончания самой пандемии? Это все зависит от тех решений, которые примет правительство. Они, если будут очень, если они будут такие, как и обычно правительство принимало, что это может быть надолго. то, что, ну, в общем-то, мое ощущение, что, ну, этот кризис, он уже, пока он, скажем так, еще не закончится, уже он достаточно сильно поднажмет, и я думаю, будут какие-то перемены, и действительно, правительство будет обязано все-таки приходить с каким-то более реальным, более конкретным планом, как из этого выходить. И, как я уже говорил, у нас есть возможности выйти из этой ситуации победителями и выйти с плюсом, не с минусом, а с плюсом в сравнении с всеми другими, потому что нюанс-то какой? Глобальные в экономике, то есть мы конкурируем все друг с другом, и если это ничего, что у нас там хочет что-то немножко лучше или хуже, важно, как это соотносится с другими. И мы видим, что другим хуже, чем у нас. И если мы правильно сейчас координируемся и правильно, правильно сделаем свой план, то мы можем выйти с плюсом. На что мы будем и работать? Я думаю, если правительство это, если правящие это неспособны, ну тогда мы начнем как коалиции, так же, как в свое время сделали свои как, с которыми они не могли разобраться, и мы заставили им делать какие-то шаги в правильном направлении. Если надо, сделаем и здесь. Ну что ж, надо, обязательно надо, поскольку ситуация такая сложная, здесь, мне кажется, вообще уже начинает делить оппозиция, коалиция, и так далее, по-моему, это совсем неуместно сейчас. К сожалению, этим они занимаются, просто потому, что им другого не остается, поскольку они покажут свою немощность, свою некомпетентность и неспособность в этой ситуации действовать адекватно и эффективно. И это вот, да. Игорь Заянч, у нас был на прямой связи, депутат СИИМа.